Ребят, всем привет и доброго времени суток! Вы находитесь на канале Земцов Вижем и сегодня мы поговорим о таком балансире как Лаки Джон Мебару. Итак, поехали! Мебару это приманка от компании Лаки Джон, которая в свою очередь принадлежит Саума. При первом взгляде на этот балансир вы наверняка увидите, что он очень сильно отличается от других приманок подобного класса. Во-первых, своей компоновкой он довольно сильно похож на воблер. В чем это выражается? Как вы знаете, обычный балансир, как правило, имеет один центральный тройник, один носовой крючок одинарный и один одинарный хвостовой крючок. А вот что касается Мебару, то здесь все немножечко по-другому. И здесь мы видим два отдельных тройника. Хорошо это или плохо, об этом мы скажем немножечко дальше. Далее у Мебару есть вот такой вот скос, который в принципе является лопастью. И при проводке, при игре балансиром, когда вы рисуете восьмерку, благодаря вот этому вот скосу, игра приманки в целом получается более стабильная, без каких-либо рывков, либо сбоев. И, конечно же, один из основных нюансов, это наличие вот такого вот спинного плавника, в котором мы видим три отдельных отверстия для крепления карабина. Соответственно, благодаря такой особенности мы можем регулировать положение приманки на карабине. Если зацепить приманку за первое отверстие, то мы получим наименее широкоамплитудную игру, когда балансир будет рисовать восьмерку у нас под самой лункой. И чем дальше мы сдвигаем карабин к хвосту приманки, тем более широко будет играть Мебару при одинаковых по силе взмахах удилища. В целом, балансир Мебару можно назвать глубоководной приманкой. И это очень легко понять только лишь при первом взгляде на его тело. У Мебарика оно объемное и, соответственно, тяжелое. Таким образом, приманка отлично подходит для ловли на довольно больших глубинах, когда хищник стоит на ямах, когда нам надо до него добраться, и не в этом терять контроль над приманкой. И Мебарик довольно неплохо подходит для работы на водоемах, где есть течение. Что касается размеров приманки, то она выпускается в длине от 37 до 77 миллиметров, с шагом в 10 миллиметров. Соответственно, более мелкие модели лучше всего подходят для ловли окуня. А вот Мебарик в размере от 57 до 77, это уже приманка для целенаправленной ловли щуки и для целенаправленной ловли судака. Отдельного внимания заслуживают также и крючки приманки. Дело в том, что практически все балансиры от компании Lucky John оснащены тройниками и крючками, в принципе, Камасан. В случае с Мебару есть небольшое исключение, и на Мебарике мы видим по-настоящему острые и злые крючки от Owner. Именно благодаря вот этой вот небольшой особенности, Мебарик стоит заметно больше, чем его собратья. Качество лакокрасочного покрытия у Мебару на отличнейшем уровне. Не знаю, может быть, есть какая-то аналогия с теми же самыми крючками, и краска здесь наносится несколько по-иному, чем на тот же Classic, чем на тот же Fin и Nordic. Тем не менее, на нем краска держится отлично. Что касается палитры, то в случае с Мебару есть разные просто фантастические окраски, в частности розовый. Но я предпочитаю выбирать классические варианты в двух концепциях. Первое, это вот такие вот яркие провокаторы, которые заметны с дальнего расстояния и просто провоцируют хищника на атаку. И второй вариант, это естественные окраски, которые имитируют натуральную добычу. Это серебристые, золотистые приманки с черными спинками, белыми и желтыми брюшками, ну и соответственно с небольшими разнообразиями в палитре. Что касается результативности ловли в сравнении с теми же самыми классическими балансирами, какими мы их привыкли видеть, Мебару показывает себя очень хорошо и как минимум им не уступает. Но это относится к приманкам в размере от, наверное, 47 и заканчивая самой крупной. Почему же так происходит? Потому что именно крупные приманки показывают наименьшее число сбоев в игре. О чем я говорю? Хвостовой тройник довольно часто перецепляется за поводок у нас. И наиболее ярко это выражено именно в случае с мелкими приманками. Тем более, когда мы пытаемся работать именно на небольшой глубине, потяжки получаются жесткими, балансир двигается очень быстро и соответственно просто заносит приманку и происходит вот такой вот зацеп. Но если мы работаем балансиром правильно, если мы работаем на большой глубине и плавными потяжками, кстати, Мебару очень любит именно такую плавную игру, то приманка показывает себя просто замечательно. В случае с судаком и щукой Мебарик в наличии должен быть практически точно, потому что работает он отлично. В случае же с окунем я бы не сказал, что есть смысл делать упор в Мебару, потому что именно за счет вот этого вот заднего тройника мы получаем все же больше недостатков, чем преимуществ. И в случае с окунем, в случае с ловлей на небольшие приманки на неглубоких местах лучше отдать предпочтение классическому балансиру. В том числе по этой причине Мебарик вряд ли подойдет начинающим вертикальным спиннингистам, потому что когда приманка перецепляется, опытный вертикальный спиннингист уже почувствует сбой в игре приманки. Это отлично видно, потому что приманка больше не рисует восьмерку, в то же время новичок будет продолжать играть запутавшейся приманкой и просто потеряет время. Поэтому в качестве первого балансира я бы его рекомендовать все же не стал. В целом же Мебару это вполне рабочая приманка, которая создана для своих конкретных условий ловли. То есть это ловля на довольно большой глубине. Если подходить к нему осознанно и применять его в тех самых условиях, то никогда с ним никаких проблем нет и приманка себя показывает хорошо. Ребят, буквально вчера я сделал форму, при помощи которой вы можете поддержать канал и сделать донат. Я собираю деньги на новую экшн-камеру GoPro 9 для того, чтобы видео были еще качественнее и еще интереснее. Ссылку на данную форму вы сможете найти в описании, а также в закрепленном комментарии под этим видео. Если этот ролик был для вас полезным и интересным, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!